И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Давненько я не выходил на связь. Все из-за того, что было очень много работы. В этом месяце просто завал. И вот только выдался свободный денек. В этом видео я расскажу о работе в японской компании, об особенностях работы в японских компаниях и чем она отличается от работы в других компаниях, в других странах. Ну а пока наливайте себе чаек, устраивайтесь поудобнее, ну и мы начинаем. Как я уже говорил, в этом месяце я очень много работал и не получалось снять видео, потому что просто тупо не было свободного времени. И это вот именно связано с особенностями работы в японских компаниях. Вот, например, у меня в феврале месяце около 40 часов переработка получилось, хотя этот месяц на самый короткий в году, 28 дней. Вдобав к этому было еще два выходных дополнительно. Это японские национальные праздники. И несмотря на это было 40 часов переработки. Поэтому для тех, кто собирается работать в японских компаниях, будьте готовы к переработкам. С чем это связано и вообще? Почему в Японии так много перерабатывают? Вообще это пошло издавна, еще со времен, когда Япония пыталась восстановить свою экономику и сделать такой, скажем, экономический бум в стране. И люди работали сверхурочно там, не то что по 40 часов, там практически жили на работе. И переработки, количество часов переработки было просто колоссальным. Конечно, это все откладывается на психике и на здоровье людей, но сейчас уже нету этого экономического бума и уже люди не стараются столько много перерабатывать. Несмотря на это, все еще сохраняется тенденция к большому количеству часов переработки. Вообще, как бы в японских компаниях есть люди, которые следуют такому правилу, что работник не должен уходить раньше своего начальника. То есть они специально сидят до конца, пока начальник не закончит всю свою работу и не уйдет домой. После этого они ждут еще минут 10-15 и уходят также домой. Тут может быть как бы два варианта. Либо первый, то что человек любит работать и у него работы очень много. Второй вариант, что он хочет как-то понравиться начальству, что он показывает свою лояльность к начальству. И это в Японии вообще ценится, конечно же, потому что в любой компании работники должны показывать свою лояльность к начальству, поддерживать их и все остальное. Тем самым начальство, если видит это, оно также повышает зарплаты, также делает какие-то бонусы и делает все для того, чтобы работник продолжал работать в данной компании, продолжал приносить пользу компании и повышал свой уровень, и повышал свои навыки для того, чтобы компания процветала и повышала свой доход. Теперь, что касается менталитета людей. Хоть и многие говорили, что вообще в целом по миру все одинаково. На самом деле нет. На самом деле в Японии, например, очень зависят люди от общества. То есть в Японии очень ценят общественное мнение. И если общество, например, сказало, что вот это хорошо, это плохо, большинство японцев, я не говорю за всех, но большая их часть будет считать именно так. Если, например, общество сказало, что вот это нужно сделать, что давайте все соберемся там коллективом, все собираются и коллективом идут делать. И то же самое касается и переработки. Например, если компания, например, имеет начальника, который не может сделать, к примеру, митинг или какую-нибудь встречу в ваше рабочее время, например, с 9 до 6, а может сделать эту встречу только там после 6, например, в 7 или в 8, то все работники, которые должны присутствовать на этой встрече, на этом собрании будут участвовать в этом собрании, независимо от того, какие у них там дела, что они там запланировали для них. Вот работа — это на первом месте. Тут отличие такое от европейской системы рабочих, где люди следуют четко графику работы. И даже были случаи, вот в японских компаниях, мне рассказывали коллеги, что японцы были просто в шоке сначала от того, как европейцы и американцы относятся к работе. К примеру, из Германии были люди, кто сказал, что вот у меня, например, до 7 часов — это рабочее время, а после 7 часов я иду к себе. То есть у меня после 7 часов семейное время. То есть я не могу работать в это время. Например, американцы говорили, что вот у меня, например, там после 6 или после 7 часов у меня время выделяется для друзей. И просто, ну, заканчивают работу в 6 и уходят домой. И им не важно, что там будет, какие-то собрания или еще что-то, они просто идут по своим делам. И для японцев, конечно, это был шок, потому что они считали, что у всех людей, у всех стран одинаковое отношение к работе. То есть работа на первом месте, а уже потом все друзья, семья и так далее. А тут оказывается, что все по-другому. И у каждой страны, и у каждого человека свои приоритеты в жизни. Поэтому люди как бы не привыкли к такому и были удивлены, когда узнали, что вот на самом деле есть и такое отношение к работе. Можно сказать двумя фразами отношения, описать отношение к работе у японцев. Ну и вообще, в целом, смысл жизни у японцев и у европейцев. В Японии у них весь смысл жизни – это работа. То есть они живут ради работы. А в Европе, например, в Америке, в остальном как бы странах работают для того, чтобы жить. То есть работа – это просто как инструмент, средство к существованию. В Японии же, наоборот, работа для многих – это смысл жизни. Работа – это самое главное, что есть у человека. И для них это высшая ценность в жизни. А уже потом идет семья, друзья и все остальное. Поэтому, когда вы видите, что японцы перерабатывают очень много, когда вы встречаете людей, которые там очень сильно устают после работы, потому что они там работали 16 часов или там 14 часов в день, при этом без выходных, знайте, что вот у них такое отношение к работе. И это считается нормальным. Поэтому, работая в японской компании, нужно находить баланс между работой, семьей и друзьями и выделять время на все в нужной пропорции, чтобы не было в ущерб чего-то. И это очень сложно сделать, потому как не каждый готов вот именно к такому планированию. И из-за этого происходит недопонимание в компаниях. Вот в частности, некоторые иностранцы сталкиваются с такой сложностью, что их там заставляют, например, перерабатывать много или дают очень много работы на один день. И они в курсе, что они не успеют это все закончить за рабочее время. Тем самым приходится перерабатывать. Особенно, особенно это хорошо видно в игровых компаниях, где сроки работ очень сжаты. И нужно сделать очень большое количество работы за малое количество времени. Я сам об этом убедился, когда работал в японских компаниях по разработке игр. Там действительно все идет прям буквально на считанные дни. Там считают каждый день, каждый час. И это немного, конечно, напрягает, немного создает стресс для человека, который работает в коллективе. И, как вы знаете, мы постепенно переходим к следующей теме. Это именно вот как раз стресс на работе. И вообще тема стресса у работников. Вообще в Японии в последнее время стали уделять очень большое внимание данной проблеме и данные вещи обсуждаются практически всегда. Ежегодно проводится тестирование работников на предмет стресса, на то, чтобы посмотреть, нет ли у человека каких-либо серьезных проблем, которые бы повлияли на его работоспособность. Как вы знаете, в Японии очень много происходит случаев, связанных стресс со стрессом. Вы знаете, о чем я говорю. Поэтому одна из причин данного явления является большое количество стресса и большое количество переработки в японских компаниях. Как я уже сказал, что для японца номер один приоритет в жизни это работа. И когда человек делает своим приоритетом работу, весь смысл его жизни заключается именно вот в этой работе. Следовательно, когда там происходят какие-либо проблемы, люди воспринимают данные проблемы как свои личные проблемы, то есть как проблемы своей личной жизни. Если человек стрессоустойчив и он может это пережить или как-то там исправить все эти проблемы, спокойно продолжить дальше жить и работать, то они как бы продолжают и дальше, то есть спокойно работать в этой компании. Но если человек не стрессоустойчив и если он постоянно приходит домой, постоянно думает только о работе, о том, какие там проблемы, как это все исправить, конечно, это все откладывает негатив на друзей, на семью и на все остальное, и из-за этого происходят некоторые вещи, которые я не буду озвучивать в этом видео, но вы сами все знаете по новостям, по сообщениям. Вообще работа вот в понимании работа в Японии она всегда связана именно вот с с этим с отдачей как можно большего количества человеческих ресурсов, человеческих сил на производство какого-либо продукта. И это не связано с тем, что люди не имеют достаточно квалификации. Это связано вообще в целом с рабочим процессом, с отношением японцев к работе, с отношением компании к работникам. Поэтому если вы приезжаете в Японию, будьте готовы к большому количеству переработки. Если вам работа не нравится и вас заставляют очень много перерабатывать, это не очень хорошо, потому что вряд ли вы будете проявлять такой большой интерес к переработке, просто потому, что это нужно компании или вашей команде. Но если вам работа нравится и вам нравится тем, чем вы занимаетесь, вам нравится ваш коллектив и люди, с кем вы работаете, работа становится как хобби, вот в этом случае конечно, да, для вас уже будет намного проще работать, намного проще рабочий процесс будет проходить, вам будет легко в любой ситуации, даже в стрессовой ситуации, и вы спокойно найдете выход. Как я уже сказал, в Японии вообще много общественного мнения, в том числе также и на работе. На работе все решается с помощью команды. в Японии в Японии